Наступающий год, согласно восточному календарю, год голубого или черного водяного тигра. Что мы знаем о тигре? Это сильный, мощный хищник, при этом тихий и грациозный. Водоперемены в наступающем году могут подкрасться незаметно. Тигр, он как бы по поверьям, он удачлив, он всегда достигает своих целей, поэтому в этом году открываются новые возможности для достижения чего-либо. То, что три двойки, двойка это вообще число противостояния. То есть год может быть конфликтный, с выяснением отношений, с яркими какими-то претензиями друг к другу. И тем не менее, на всем на этом могут рождаться очень хорошие союзы. То есть вообще этот год крайне удачен для создания семьи, для заключения брака, для того, чтобы, скажем так, завести детей. Вот этот год крайне удачен. Для привлечения благополучия и удачи встречать в заветную ночь символ года стоит, выбирая природные оттенки. Полоски тигриные – пожалуйста. А, например, вот там змеиный принт, зебры, на которых как раз охотятся тигры. Вот этого нельзя надевать, не стоит. Плюс, опять же, то, что сейчас Венера в Козероге требуется сдержанности, элегантности, такой как бы вот минимализма некого в украшательстве. Были приятные ткани, приятная расцветка, чтобы все радовало, чтобы, вот называется, ничего не стесняло движений. То есть, как бы вот как тигр чувствует себя, естественно, в среде, вот точно так и так же человек должен себя чувствовать в эту новогоднюю ночь. Оливковый, песочный, бежевый, оранжевый, черный, синий и голубой. Тех же тенденций придерживаемся, украшая дом. В мире новогодней моды сегодня огромный выбор украшений, которые подойдут к любому интерьеру и могут создать желаемую атмосферу. Традиционно, вообще раньше, допустим, ну что у людей было, тем и украшали яблоки, орехи, шишки. То есть, это такое, знаете, как праздник урожая, там можно сказать. Без шишек вообще невозможно, мне кажется, представить новогоднюю композицию. Пёрышки – это что-то такое, знаете, как ассоциация, так это что-то такое лёгкое, такое вот воздушное, да, вот вы дунули, как снежок, они полетели. Новый год вообще это такой праздник, когда можно использовать вообще совершенно любые декоративные элементы, всё, всё, мне кажется, всё можно использовать. Если снегом присыпать, вообще можно, вообще всё будет подходить. Нарядить сильную ёлку или выразить что-то своё глубоко личное сейчас может каждый. Используем палочки корицы, высушенные апельсины, свечи и традиционные стеклянные ёлочные игрушки. Цвета вот в этом венке, цвета традиционные. Красный, зелёный, золотой. Это, ну, мне кажется, самое нарядное новогоднее такое украшение. Вот, ну, очень красиво смотрятся, например, зелёные с белым. Год голубого тигра, да, в этом году, ну, как пишут везде, где-то писали, где-то чёрного тигра, ну, неважно. Ну, в общем, сейчас вот очень многие берут покупатели игрушки в голубом цвете, в чёрном цвете, в сочетании этих цветов. То есть что-то похожее на воду, то есть что-то такое, да, вот шары водяные в этом году у нас очень хорошо тоже покупают. Вот, ну, как-то вот хочется вот людям, видимо, ну, какой-то символизм вот этот вот, чтобы присутствовал. Подбирая игрушки, руководствоваться можно восточным календарём или поддержать интерьер в доме. Монохромные ели в розовых или бирюзовых тонах, золотистые или синие. При подготовке к самому волшебному празднику фантазии и чувству прекрасного есть где разгуляться. Помимо основного атрибута праздника, атмосферу создают гирлянды и венки. И если 10-15 лет назад под потолок и на окна принято было вешать мишуру и дождик, то сейчас всё чаще люди выбирают живые хвойные композиции. Композиции собираются все из живой такой ёлочки, пихта датская, ну, белис. Она имеет чудесный аромат, она не сыпется, как наша ёлочка из леса или сосна. При хорошем уходе можно её аккуратно в коробочку убрать в тёмное место, и она постоит до следующего года даже. Учитывая, что символ года – тигр, рекомендуется поставить на стол побольше мясных блюд и встретить Новый год и Рождество с верой в чудеса. Марина Романюк, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».